Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, интернет-кафе и прочие места. Извините, что отрываем вас от праздничных столов, от ваших друзей и подруг. Сегодня особый праздничный эфир, в частности, не всё работает, некоторые могут не услышать, зато все увидят. Итак, мы не зря оторвали вас сегодня от этих самых праздничных дел. Ну, не только с праздником пришла нас поздравить эта группа, но и рассказать свою сказку. А сказка называется «Беловодье». Вот, прошу любить и жаловать, пожалуйста, камеру левее. Это вот и есть ансамбль «Беловодье» в своём золотом составе. Какую же сказку вы нам рассказали? Других не бывает, у нас все составы золотые. Какую же сказку вы нам приготовили? Да уж, мне просто понятно, какой же праздник сегодня. Вчера была Казанская, завтра День милиции. А, 5 ноября, хороший праздник. Ну, сейчас выходной во всей стране. В нашей российской державе. И такая, вот у вас группа такая, корневая, да? Руц. И название такое – «Беловодье». То есть, вполне патриотическая направленность сегодня должна быть в эфире. Ну, не знаю. Несмотря на несколько хиповатый вид солиста. Сегодня... У нас в обеззали же сегодня играть без барабанов, поэтому будет мега-хиповатое сегодня все. Ага. И говорите ближе в микрофон. Мега-хиповатое сегодня все будет. Самая хиповатая ипостась сегодня, акустическая. Самая мега-хиповатая, да. Ну, надеюсь. Мы ровно поделили на летние такие солнечные песни и на зимние. Ну, что можно начинать? Да. Первая такая, типа, наверное, летняя. Вот так вот. Пуля не найдет, может, земля, может, огонь мне допоет. Травы не прорастут через чьи-то спины, чьи-то глаза. А мне бы видеть тебя, черный молокет, ночью топит дворы. Будет путать, путать следы и просеется. Лето умрет, постелет земля, сохнет трава. И кому-то не спеться. А там, не слышно внутри, идут шальные дожди дышать. Невозможно там-там, на теле зари. Загреет рану земли под дорожником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пуля не найдет. Травы не растут, птицы не растят. Пули не прорастут, травы не горят. В юге не найдут, в юге не найдут. В юге не найдут. В юге не найдут. Браво! Браво! В эфире «Живое радио Живое ТВ». Мой микрофон, кстати, включен. Ребята? А пожелания насчет звучания можно? Да, есть пожелания насчет звучания. А можно мне сама флейта немножко сюда поднять? Итак, скоро будет поднята флейта, и все насладятся не только видом прекрасной Варвары, но и ее звуком. А сейчас напоминаем, что на нашем сайте был чат, но как раз накануне праздника он благополучно завершил свое существование. Поэтому на странице передачи Flat вы найдете номер мобильного телефона, на который можно слать смс с вопросами и впечатлениями. А также, кто знает личные номера музыкантов, можете слать им. Все равно, кажется, мобильная связь здесь недоступна. А сейчас жена должна позвонить. Ага, вот. Ну, в общем, как-то приходится сегодня без чата, и поэтому, может быть, воспользуемся услугами наших многочисленных зрителей. Во главе с Уксусом и прочими товарищами. А пока попросим музыкантов представиться и плавно перейти к следующей песне. А сколько плавно? Нам все вместе? Можно хором. Можно хором. Откуда вы к нам приехали? А-а-а. Приехали, думаю, издалека. Приехали туда. Солиста зовут Максим Липатов. Вот такая древняя русская фамилия. Там еще есть Варвара, а остальных вот я не помню, как зовут. Интернациональная московско-подмосковная. У нас колец. Трое из Москвы, да. Вот я из Подмосковья сейчас как бы... В общем, получается так, что Петя на барабанах играет, а все... А-а-а. Ну, как он гудит. Его сейчас за бонги загнали. Вот он барабанщик. А он из Подмосковья. Дикого. Из Дома деду. Штакет из Москвы, басист. Вот. Дюша гитарист. Варя играет на дудке. А я играю на всем остальном. На нервах. Типа пою, да. Погромче, Максим, говори. Типа пою. Нет, вообще... Певец. Все время говори погромче. В него просто. Ну, хорошо. Следующая песня будет такая же, зимняя или летняя? Это была летняя, следующая зимняя. Просто Максим сказал, что сегодня будут песни двух периодов. Летний и зимний. Зимний вы узнаете по соответствующему одеянию основных членов коллектива. Повези себе полотенца. Затем на загодях провожал песня. Говорил сказками реки Рукава. Наугад по ветру города гордые. Оставлял поутру. Хоронил устал. Босиком месяцем по плечам раненым. Светлые волосы, шепот голоса. Колесо вертится, разговор вяжется. Мертвому кажется, видно неспроста. Темная ягода, черная ладога. Собирал звезд, дождь кидал навсегда. Фонари зоркие, голова клонится. Белая конница, закрывай глаза. Сказано, сделано, ты моя смелая. Ты моя бедная, позабудь меня. Собирай дождь, а никуда небес клонятся. До земли каятся. Белые края. Белые края. А Аплодисменты. Аплодисменты. Даже в словаре Ожегова. Я нигде не нашел. В Ожеговом, наверное, должно быть. Нет. Он усеченный вариант. Слишком усеченный. В общем, история такова. Только не более двух минут. Не более двух минут. Я, в общем, знаю четыре, наверное, вариантов или пять. Первое, Беловодий, этот Ири Рай, небесная корова, зимун, из нее вытекает, из ее вымени течет. Молоко небесное, вот это Ири Рай, такой, молочные реки, кисельные берега, языческий такой был. Самый-самый древний. Потом, в 17 веке, Беловодий был старообрядческий, когда реформа патриарха Никона. Никона, точно, все правильно. И старообрядцы, которые уходили за Урал, в Сибирь, дабы не принять печать Антихриста, все такое. Они как бы вот искали вот эту вот страну Беловодия, тоже заветную, где такая там, все это взяло православно, старообрядческие. Третье, потом это возродил, по-моему, всю эту традицию, когда Рерих поехал собирать все эти там свои эзотерические там эти космические материи. Тоже они же там ходили, Гималая, Маскале, это Беловодия. Четвертое нам в Казани рассказали, что, оказывается, еще Беловодия. Есть такое понятие, когда пять сибирских рек зимой замерзают, получается, тоже Беловодия. Ну, в общем, при любых раскладах, получается, что такое Беловодия? Беловодия какая-то такая потаёмная страна такая, да, во всех? Сказка. Сказочная страна. Ну, как сказочная? В которую мы верим. Ну, да, каждому по мере там его поверят. То есть, как бы, здесь, в Беловодии, это такая тоже страна какая-то неведомая, загадочная, но страны другой, как бы, какой-то творческой такой миграции. Свобода, как бы, выбора, свобода духа такая. Как я понимаю. А там уже каждый в меру свои испорченности. А музыканты пока в меру свои испорченности передают сзади небольшие стаканчики. Кофе, кофе. Продолжают... Добавление насчёт названий группы. Дело в том, что есть песня. Ага, вот от Варвары добавление. Да, есть же песня. Ближе к микрофончику. У меня он... А он неподъёмный. Да. Можно соединить его с саксофоном. Саксофон. Говорите, Петербург. Вот вам и Беловодия. Да, есть, значит, это самое. Есть же одноимённая песня у команды. Вот, пока это, значит, сюрприз. Она прозвучит? Не-е-е-е. В следующий раз. Обязательно она прозвучит. Или на наших выступлениях, которые, кстати, скоро будут. Не за горами. Да. На следующий воскресенье скажешь? То есть... Может, в этом как раз вся загвоздка. В этой песне и будет весь секрет. Ну, не совсем весь, но отчасти... Конечно, сразу всё нельзя раскрывать. Ну, а слушатели могли заметить, что почти электрический звук сегодня у Беловодии. Не-е-е, у нас электрический звук, это электрический звук. Ближе к микрофончику. Электрический звук, это электрический звук. Сегодня хиповый звук. Хипи-хипи. Такой летний. Так, следующая песня летняя или зимняя? А следующий вот конфуз, следующий получился осенний. Я сейчас так подумал, про осень. Да, сапоги резиновые. Да, сапоги резиновые. Слишком короткий путь, я не узнаю. Эта осень отыщет меня уже на самом краю, уже на самом краю устав от дождя. Это не небо плачет, это просто вода. Это просто вода этой холодной порой. Я чувствую воздух, уже пахнет землей. В это промокшее утро весь мир, как стекло. Теплой дырой укрыть тех, кому уже западло. Тех, кому уже западло. Верить и ждать. Кому не зачем быть, кому нечего лгать. У кого по всем фронтам сплошные нули. И твои крылья уже, мои костыли. Но я оставлю все это же тело и кровь. Ведь все, что мне нужно теперь, это просто любовь твоя любовь. КОНЕЦ Подожду тебя здесь, я не умею летать. И ты мне скажешь прощай, а я отвечу, как знать. И может быть, лучше не будет уже никогда. Это не небо плачет, это просто вода. Да, 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 да. Это не небо плачет, это просто вода. И уже все равно, что так было всегда. Мне очень холодно здесь, я закрываю глаза. Я закрываю глаза, я засыпаю вновь и вновь. И все, что останется мне, это просто любовь твоя любовь. КОНЕЦ 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 Здравствуйте, уважаемые музыканты и здравствуйте, не менее уважаемые зрители. Насколько многие уже знают, группа Беловодия входит в Содружество православных рок-поэтов Дашди. Как вас судьба связала с этим проектом? Во-первых, там, по-моему, не православные рок-поэты, потому что православный рок это уже как минимум либо православный, либо рок, на мой взгляд. А вот опять голос-то пропал. Я знаю, что Содружество рок-поэтов Дашди, к этому Содружеству, некоммерческий фестиваль поющих рок-поэтов, вот так, правильно? Ну, по-моему, на сайте они все-таки себя ассоциируют как бы именно с православным роком. Там есть движение как бы в сторону православия, да, там, вектор, но там нет, что это православный рок. Ну, там есть иконы висят, поэтому Дмитрий, наверное, воспринял это. Я понял. Хорошо, а кто у вас в коллективе пишет тексты песен? Ну, в основном я. Не в основном, ну да, я, да. Бывают такие моменты, что вы, Максим, вот выносите какие-то тексты на обсуждение коллектива, и коллектив выносит какие-то свои замечания. То есть как вот такие споры у вас разрешаются? Тексты у нас как-то не разрешаются. У нас это… споры у нас переходят по поводу типа музыкальной составляющей. Это бывает, а тексты, как-то, не знаю, всем как-то не особо. Так глубоко не копаем, да, там все как бы в теме. Но так как бы в тексте ничего нет по музыкальной составляющей, да. Всегда, в принципе, по текстам все проходит на ура у вас. Ну, без проблем. Я понял. А над чем сейчас работает вообще коллектив в Беловоде? Над всем. Чем? Над тем же, над чем здесь пять назад. Что стоит ждать вашим поклонникам в ближайшее время? Ждать стоит, ну, не знаю, сколько. Альбом, наверное, должен быть когда-то уже какой-то. Но никак все это не оформится, дело до конца. Ну, уже какие-то песни готовы из этого? Ну, песни есть, надо писать. До конца ничего не готово. Все где-то на сносях. Вот именно в плане альбома, в плане студии, где-то записи. А сегодня не могли бы что-то вот из новой музыки вашей исполнить? Из новой? Насколько новой? Ну, что-то последнее, что еще, может быть, кто-то даже из постоянных ваших поклонников еще не слышал. Ну, не знаю, там в конце будет две песни, которые, может, кто-то и не слышал. Но так, в основном, как что-то появляется, все, что может сыграться, все играется на концертах. Те, кто слушает, наверное, в курсе. Будут, будут, мастер-анжированные песни. Будут. Спасибо. Спасибо Уксусу. А Варя вот в свой специальный микрофон, притороченный к ее прибору, говорит, что будут новые песни. Но не все действительно слышали новые песни. Нет, но потом сегодня такая вообще штука эксклюзивная. Мы же акустику так не играем, все толпы. Мы вообще играем. Это такой, как бы, сегодня этот... Квартирник. Эксперимент, да, квартирник. Хиповый воскресенье. Красная горка и все прочее. Вот хипит, это нас зря, Вазон. Нам еще домой идти. Ну хорошо, а следующая песня как назовешь? Следующая, наверное, всем известная. Даже не поклонникам. Самая, да. Солнечная. Давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ах, разобежали с берега, носили четыре стороны. Полетели оболока, закричали вороны. Уходили в дольники, отпускали бороды. Замывали линия, были слишком молоды. Мне бы только посмотреть в твои глаза. Мне бы только улыбнуться и сказать. Мне бы только не споткнуться, не упасть. Мне бы только полететь до Невропавка. Замывали линия, были слишком молоды. Замывали линия, были слишком молоды. Эй, переписли. Слово на лоб, поле трава, полным ветром. Закатали рукава, ждали снега. Чтобы ты заболокал, я все помню. Ты была так далеко. Мне бы только посмотреть в твои глаза. Мне бы только улыбнуться и сказать. Мне бы только не споткнуться, не упасть. Мне бы только полететь до Невропавка. Птичий комок по золотом волосах. Белый город в долгожданных небесах. Через силу, теплым мозгом и смолой. Шел и плакал, сильно пьяный, но живой. Мне бы только посмотреть в твои глаза. Мне бы только улыбнуться и сказать. Мне бы только не споткнуться, не упасть. Мне бы только полететь до Невропавка. Субтитры сделал DimaTorzok кофе, вино и прочие прохладительные напитки. Но, надеюсь, их горячие ритмы сумели согреть вас в эти праздничные дни, когда многим не хватает тепла своих рабочих коллег и рабочих компьютеров. Надеюсь, у наших сегодня интернет-мониторов вы немножко согреетесь. А вот продолжают поступать вопросы. Кстати, там на страничке передачи Flat есть телефон, по которому их можно слать смс-кой. А тут из зала поступили вопросы. В зале у нас много людей. Есть ли у вас любимые клубы в Москве? Максим и товарищи. Где наиболее часто можно услышать ваше выступление? И собираетесь ли вы расширять аудиторию СНГ? СНГ. И выходить на их просторы СНГ. В общем, клубы. Ну, когда Радио Хэд приедет, я думаю, мы зацепимся за них. Обязательно. То есть в каком-то из последних трейлеров вас повезут? Я думаю, Том Йорк наш, чувак он. На самом деле, для них музыку пишут. Лесной поедем. И по инету пересылаем. А стихи, то, что вы поете, это перевод стихов Тома Йорка? Это подсознание. Нет, нет, нет. Просто вся штука в том, что в Москве чаще всего клубов сейчас стало много опять, да, вот когда Фордпост закрылся. Ну, таких вот, среднего какого-то там. Будет еще больше, но не во всех можно играть как бы адекватно. Тише там, еще тише тут это. Где мы чаще всего-то играем? В Верески, наверное. В Верески, да. В Верески, наоборот. В Верески, с возвращением. Половодие и группа возвращения. На двоих. Тоже, кстати, группу. А в других Верески, да. А потом еще через две недели. Вереск тоже наши конкуренты, потому что у них тоже интернет-радио. Но у нас сегодня интернет-телевидение. Не успели вырезать его. Так. Прямой эфир. И насчет выхода на рубежи СНГ. Что у вас? Это имеется в виду город Домодедово? Нет, почему? Почему Домодедово? Казань, Белоруссия, Гилёв, Витебск. Что, нормально? Там по весне будет более полномасштабная вылазка. Уже всем составом. Ростов и Дон. Вас туда позвали специальные люди? Все будет ништяк, да. Хорошо. Наши люди везде. Пожелаем вам успешного продвижения на просторы СНГ. А сегодня, с помощью интернета, вас, надеюсь, увидят также австралийские аборигены и японские вьетнамцы. Матабе Акуниния. Вот привет от группы Беловоди. Африканским братьям. Как назовете следующую песню? Ближе. Летняя колыбелька. Психоделик. Рок. Игорь Негода. Ближе, ближе За руку с ветром молчать, отпускать тих Видишь, видишь Небо в осенних цветах, а прошлогодних синих И ниткой на палец дожди, и крылья седой перелив Порвалась твоя песенка, забылся матерь Растерялись слова, побежали к руке Ниже, ниже к земле, чтобы слышать шаги Субтитры создавал DimaTorzok Тише, тише Холод твоей пустоты, прохудилась душа Дышишь, дышишь Больно тянуть облака и гореть не спеша Наполовину живым Перезау покой Звездочки дырками бус Мы принимаем бой И оловянным колечкам об пол Вверх на прощание рука Ангелам в трое городка, мешкам облака И оловянным колечкам облака Долгая-долгая ночь Пьет одиночество крыш Распахнулось окно Спи, малыш Спи, малыш Спи, малыш Спи, малыш Спи, малыш Спи, малыш сделать вот голос чтобы это как его он как-то был вот на одной какой-то громкости там тихо то громко иногда он пущу заводится чтобы я вот буду прямо в него ну хорошо итак группа беловодье в эфире живого радио живого т.в. сегодня больше т.в. чем радио даже так intel.com плюс его провода помогают вам уважаемые слушатели лицезреть сие действия а после этой песни во время во время этой песни вы могли почувствовать как ритмы и мелодии рожденные в душах туманных альбионистов пинк флойд и прочих психоделичных ребят летят над российскими заснеженными деревнями и вот пролетая над нашими заснеженными деревнями мне кажется получается что то вот такое что мы сейчас слышали очень интересное а пока вопрос из нашего не виртуального чата и от зрителей которые нас слушают зале вот вы регулярно максим и группа играете с такими легендарными товарищами как инструкция по выживанию каков вообще ваш круг общения музыкальной тусовки с кем вы дружите со всеми дружим и говорите в микрофон мы дружим со всеми кто с нами дружит то есть и можно присылать свои эсэмэски заявки на дружбу не ну так в разумных конечно пределах было чтобы не было такого сильно выраженного деструктивного начала ну с коррозии металла мы не дружим а с поп музыкантами с поп музыкантами не знаю все люди вроде женаты не ну дружим да есть у нас все там хорошо вот инструкция по выживанию вы ее просто тоже дружите с ней да как я не знаю сколько мы дружим с инструкция по выживанию как-то так пересеклось я просто с рома чем познакомился в 2000 году еще давно на заре этого века несколько раз потом пересекались на концертах чем это делали другие люди как бы не не мы и не инструкции по выживанию какие-то третьи лица как-то так нас сводил видимо им казалось что вы дружите вернее вы наверное похожи где-то где где ну как-то так получилось не знаю хорошо у вас еще много песен в плейлисте осталось честно не 1 1 до с акустикой просто делал тяжелые готовились к ним все сейчас мы посмотрим сколько у нас время осталось ну как раз на парочку песен а осталось 1 до славца но можем поговорить хорошо тогда еще вопрос из не виртуального чата из зала который благодарно согласился не только прийти но и послушать нашу передачу вот вы проходили прослушивание для программы дмитрия деброва на конкурирующем нам первом канале чуть-чуть дебром вы прослушались для его программы просто говорят давай еще это сыграем давай ту ну и что как сотрудничество с просветом да никак честно вас там заметили приютили обогрели что очень громко когда тетечка подошла сказал кто главный я главный но уже после этого там концертов b2 она такая но микрофон очень громко она говорит очень громко уж понимаете что громко ну какие есть но там единственный был плюс они причёсанные они такие говорят ну ладно есть будете мы говорим вы нас покормили вот все сотрудничество с дебром на самого деброва вы трогали у нас а как как с дебром то есть встретиться с дебром пьет пол москвы пол москвы он слушает никто он там я так понял что ничего не решает есть женщина там катерина борисова я не помню не хочу врать хорошо в общем пока на первом канале мы вас не увидим нет нет я собрал каи борисовна катерина борисовна это другой журналист из петербурга вот наврал в общем есть какая-то барышня которая там редактор и она в общем все это дело там отбирает хорошо а дебров там ни при чем ну как бы он какой хороший человек там всех знает у язык подвешен ну хотя бы на нашем канале сегодня мы вас увидим а там вам передают сок от наших конкурентов скажем спасибо также студии out guard которая нас сегодня приютила в этот морозный праздничный день не выгнала пока на улицу несмотря на то что музыканты играют так громко и настолько не причёсаны не на сами сегодня то очень все так хиппи хиппи на самом-то деле все по миссис хороший радио звук сегодня да ну хорошо главное чтобы вам понравилось все же для вас ну акустической песни не будет чистого под гитару можно но если вы хотите мы можем сделать акустическую песню песню под гитару а потом с группы еще да вот как раз такой вариант подошел бы сейчас будете репетировать нет то есть все готово у нас все ходы записаны для ангелов птицы не орденов ни списка впавших мы навсегда здесь нет вчерашних и шрамы света латают души держись нам здесь еще немного лет двести-триста там подмога и вечный мир который снится пусть кто-то верит что мы как птицы любовь не может не возвратиться лети солдат крепко дорога здесь нету места для скорбящих мы помним лица всех просящих растает снег начнется осень мы вечность вытерли крылами мы как стена за всех кто с нами нам не надо слов спасибо спасает бог а мы солдаты нам всех трудней пусть мы святы все остальное почти не важно за дверью дверь за ночью вечность в окошках та и бесконечность в госпиталях любви всем хватит места кому рассвет кому прощение кому сто капель изобвенья укрыв лицо шинелью цвета неба звучит слышать лишь нету дна и нетуaine нету брода для нас Звездой горит свобота на облачных фронтах без изменений. Здесь нету писем от любимых, от матерей или родимых, И чья-то боль наша забота. И день за днём, и смерть за смертью, Хотите верьте, а мы латаем эти дыры. Мы рвём вперёд, и с нами небо, земля пропахала божьим хлебом, И мельницы ждут урожая. Всегда навзрыт, всегда по краю, собой друг друга закрывая, Один, как все, и каждый выше. Субтитры подогнал «Симон» Для ангелов война работа, Траншей звёзд, небесная пехота, Земная боль, как хлеб насущий. Скорее к вчерашнему празднику. Наши зрители не могли, наверное, не насладиться поэтической глубиной, Которая сегодня у нас присутствует в качестве не только Максима Липатова, Но и его группы поддержки. Тяжёлой артиллерии в качестве бас-гитары и прочих ударных инструментов. Ну, перед последней песней будет ли ваше какое-нибудь коммунике? Может быть, есть что передать родственникам? Или хотя бы друзьям? А, кстати, вот ещё поступил полувиртуальный вопрос. Почему в эфире нет Светы Липатовой? Света не может уже быть в эфире. То есть она скрывает... Света скоро станет мамой, через две недели практически. И уже как бы нелёгкое это дело. По эфиру выходить. Здорово. Ну, она очень украшает ваш коллектив. Я думаю, когда-нибудь мы снова увидим её. Конечно, что беременность это не навсегда. Это не хроническое заболевание. Наоборот, это украшает женщину и мужчину, её мужа. Надеюсь, муж её достойный человек. Зело-зело. Хорошо. Ну, что же, для всех, кто ждёт ребёнка, и кто его уже дождался, очередная зимняя песенка. Да, Максим? Ну, видишь, ты же всё понимаешь. Ага. Если потом там как-то много времени, можно потом поговорить просто ещё, если как бы есть... А времени не так много. Ну, тем более прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Не касаясь земли, от снега слепнут глаза километры вперёд, километры назад. Торжество, чистоты, крестильные пелена, твоя благодать, тишина, тишина, тишина. И никакого волшебства зима, зима, зима. На всём белом свете, никакого неба не хватит, никакого не хватит огня. Только крылья и ветер, крылья и ветер. Не набрать высоту в стеклянных порезах, душа моя судьба. В колыбелье декабря, колыбелье декабря. И ветер. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да, но эта из-за финансового. Эта из-за даже лучше. Me kuulumme voittajiin. Ja me lennämme kuin myrsky tuuli läpi liikaisen kaupungin. Kuken ahkaan tuon kukkaan alta asfaltiin. Kuin tuli pyllyn alla, ne kaduilla kiitää rasvasi siivin. Vaikka höyvät tiin liitää, rääkis kuin supernova. Läpi kaaliin syöksätää. Tulta tuiskiin, paukkuu, räiskii. Tää on elämää. Ei peivät tuu mukaan mon. Kuulet äänen pauhoon. Se kutsuu sua. Se kutsuu taisteloon. Tillit Sissö. Töööööööö änä. Se kutsuu taisteloon. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок